Друзья, всем большой привет! Сегодня я вам расскажу о непростой судьбе нескольких сотен БМП-1 бывшей ГДР. Зачем Швеции понадобилось покупать 443 БМП-шки и как они их модернизировали? Давайте разбираться. Итак, после объединения Германии перед немцами встал вопрос, что делать с огромным количеством советского вооружения? В итоге Германия выставила на продажу технику бывшей ГДР. Шведы этим предложением заинтересовались, начались переговоры, рабочие поездки и прочие прелести закупки техники. Итогом этих переговоров стала закупка нескольких сотен МТЛБ, но их количество показалось шведам недостаточным, чтобы удовлетворить потребности армии в легко бронированных средствах перевозки личного состава. Поэтому командование сухопутных войск предложило рассмотреть вариант в виде БМП-1. Если от МТЛБ шведы были в восторге, то перспектива покупки БМП-1 вызывала скепсис из-за возраста и особенно из-за проблем с унификацией орудия. Впрочем, командование так сильно настаивало на необходимости БМП-1, что было готово даже отказаться от использования пушки. В итоге шведы приобрели для испытаний пять машин, и уже в 1994 году правительство принимает решение о масштабной покупке 350 машин. Фактически шведы купили 443 БМП-шки, но часть из них шла для разборки на запасные детали. Правда, каждая приехавшая БМП была по сути котом в мешке из-за разных условий эксплуатации и хранения. Некоторые машины вообще до этого были затоплены водой и проржавели. Шведы прекрасно понимали, что в том виде, в котором БМП приехали, они не годятся для несения службы в шведской армии. Поэтому был объявлен конкурс на проведение модернизации под шведские требования. Лучшим предложением оказался вариант чешской компании ВОП-26 из Штернбека. После модернизации БМП получила наименование PBV-501. Но что поменялось в БМП в результате модернизации? Во-первых, чехи сняли направляющие для малютки и все оборудование для управления ПТУром. Из-за экологических требований Швеции удалили асбестовые элементы в некоторых частях БМП и заменили их безвредным материалом с сохранением первоначальных функций. Далее чехи установили новую систему пожаротушения, европейские радиостанции, внешнее освещение и индикаторы, соответствующие стандартам НАТО, внешние порты для зарядки батарей и подключения иного оборудования. Вполне очевидно, что на БМП поменяли камуфляж, двигатели отремонтировали, аккумуляторные батареи стали храниться в герметичной коробке, а приборы наблюдения оснастили защитными кожухами. Ну и в качестве мелочи установили отдельный обогреватель, держатели для шведского стрелкового вооружения, дополнительные ручки на броне для удобства залезания и, наконец, улучшили систему постановки дымовых завес. Самое забавное, что из-за того, что боеприпасы не отвечали требованиям безопасности, шведские БМП никогда не стреляли. Но от них этого и не требовалось, главное, чтобы пехоту возили. В целом шведские БМП очень легко отличить визуально от других модернизаций по продолговатому коробу слева от башни. В начале нулевых машины, прошедшие модернизацию, наконец прибыли в Швецию. Первоначально ими планировали укомплектовать бригады на севере Швеции, но в итоге из-за плохой проходимости ими укомплектовали три пехотные бригады на юге страны. Правда, машинам толком не довелось побывать на вооружении. Через два года их отправили на хранение, где они стояли до 2008 года, пока 350 машин не были выкуплены той же чешской фирмой, которая их когда-то модернизировала. В общем, получается какая-то очень странная, запутанная и интересная история. Вместе с оборудованием и запасными частями сумма сделки составила 30 миллионов шведских крон. Но на этом приключения БМП не заканчиваются. В 2015 году в чешских СМИ появляется информация о том, что частная компания Excalibur Army планирует поставить больше сотни от ремонтированных БМП и танков в Ирак. В марте 2015-го уже засуетились шведы и разразился международный скандал, поскольку такой контракт противоречил правилам шведского экспорта. И Швеция ни за что не стала бы продавать БМП Чехии, если бы знала, что конечным покупателем станет Ирак. В итоге некоторая часть БМП все-таки оказалась в Ираке. Их можно легко определить по характерному выступу слева от башни. Не менее запутанная история и с закупкой Украиной БМП в 17-18 годах. Тогда в Украине также разразился скандал, так как СМИ сообщали о том, что покупка БМП связана с коррупционными схемами. Минобороны закупала через польского посредника разобранные БМП, которые ранее были куплены у той же фирмы Excalibur Army, а затем украинцы собирали их на Житомирском заводе. К сожалению, мне не удалось точно установить, являются ли купленные машины именно шведской модификацией. Но история довольно интересна.